Кирилл Шарапов. Стикс. Двойник 3. Вневедомое. Глава первая. На старте. «Значит, у институтских есть здесь стаб?» – спросила Рина, держась за поручень и стараясь не улететь на очередной кочке. Грузовик, в котором тряслись все, кто должен был идти в рейс, безбожно подбрасывала на разбитой асфальтовой дороге. И это не стаб, просто она уже такая прилетала. Правильнее будет сказать, прилетала грунтовка с кусками асфальта. «Похоже на то», – стараясь не прикусить язык, ответил Ампер, одной рукой вцепившись в самодельный подлокотник, а второй придерживая обычный калаш, висящий на груди. Он сидел почти с самого края. Дальше у борта в кресле пулеметчика расположился амбал, положив руку на приклад корда. А в лагере его дожидался крупняк калибра 14,5 заслон. В отличие от КПВТ, имел приклад и обычную рукоять, а также оптический прицел. Конечно, он был создан для работы со станка, который прочно крепился на грунт, но КВАС заявил, что легко сладит с этой игрушкой. Для амбала ее вес в полсотни килограмм был все равно, что для обычного бойца-ручник. Питание пулемета институтские переделали, создав систему типа «Скорпион», когда лента подается прямо из рюкзака за спиной. А тащить КВАС мог гораздо больше любого человека. Однажды Ампер видел, как тот лениво приволок в руках передний мост ГАЗ-66, а это 350 кило. Кроме того, для данного пулемета кто-то пристроил под стволы противопульный щит и огнемет струйного типа на ближний бой. Все это весом под 30 кило. Похоже, у институтских тоже имелся качок, что мог стрелять из этого чудовища с рук. Вот чтобы ствол не слишком задирало и был нужен противовес. Так что машинка весила чуть больше 80, и это без боекомплекта. Вроде для человека приличный вес, но штатный мул отряда не особо на него внимания обращал. «Интересно, Махно в курсе, что у него в 20 километрах от стаба база института?» – спросил Тис. «В курсе», – крикнул Мушкет, не открывая глаз. «Он сам выделил им этот стаб, за это они снабжают его какой-то важной информацией». Через 10 минут дорога стала лучше, а еще через 10 машина въехала в периметр маленького стаба – старый поселок. Пяток, обнесенных подобием стены из различного хлама двухэтажных домов, несколько ангаров, стоянка для техники, пара часовых. Дюжина мужчин и женщин в гражданке, встречающих колонну. Первым из кузова выбрался амбал. Пулемет остался на месте, так как был штатной огневой единицей Урала. «Интересно, почему этот стаб не трогают?» – спросила Рина. «Его раздолбать невелика проблема». «Да все просто», – усмехнулась Смуглянка, вытаскивая из-под лавки свой рюкзак. «Репутация института. Вы, новички, еще просто не представляете, куда вляпались и с кем подвязались работать». После чего эта милая женщина закинула на плечо печенек с коробом, в котором была лента сотки, и выпрыгнула из кузова. «Забавная барышня», – заметил агент и, ухватив свой калаш, полез наружу. Ампер закинул за спину свой рюкзак и, взяв в правую руку Ринен, выбрался на свежий воздух. Подошвы гулка ударили по утрамбованной до каменного состояния земле. «Все, обратной дороги нет», – подумал он, глядя на запертые ворота периметра. «Все лишнее они с блондинкой сдали в банк, аванс жемчуга и свой собственный, большую часть гороха из паранов. Оказалось вполне прилично. Лишнее оружие, боеприпасы и одежда отправились в персональный шкафчик. Если они через год не вернутся, отойдет стабу. Да и автомат Ампер сменил, ТКБ брать не стал. Как он уже успел узнать, Андрей достал для него автомат под более крупный патрон. Не сказать, что это обрадовало Погорелова, но контора банковала. Кроме того, он поспрашивал ребят, эту модель хвалили. Хоббит сказал, что у него был такой, но накрылся в стычке с Рубером. Поэтому его верный ТКБ оставался в сейфе до его возвращения. А Калашников ему выделили на время дороги до стаба. Особой нужды в этом не было, но ехать с одним пистолетом стрёмно. Рина вообще не взяла свою девятку, сейчас из оружия у нее только гюрза и нож. Здесь на базе ее ждал редкий К-10 с безгильзовыми патронами. Заказанные АК-09 институтские у себя в закромах не нашли, но достали отличную альтернативу. Паук, блеснувший своей татуированной головой у первого грузовика, махнул рукой, подзывая всех к себе. «Итак», — окинув всех строгим взглядом, произнес помощник подрывника. «Группа Мушкета, первый этаж дома, который справа от вас. Группа Шумахера, второй. Мы живем напротив. Распорядок следующий. Сейчас бросаете вещи и марш в столовую. Там брифинг, потом принимаете технику и вооружение. Дальше свободное время. Бар вон там, можно выпить, но без дебоша, накажем строго. Это наш дом, хоть и временный». Его взгляд прошелся по собравшимся и на пару секунд задержался на рине. Похоже, блондинка ему нравилась. Но он ничего не сказал и не проявил особого интереса. И Ампер решил, что быковать пока рано. «Завтра стрельбище», — продолжил Паук. «И свободное время. Вечером прощальный ужин, по пятьдесят и баиньки. На рассвете колонна идет к кварталу. Вопросы?» Группа водителей и технарей загалдела. Эти ребята пришли вместе с транспортом и представляли из себя сборную солянку. Глядя на них, сложилось впечатление, что тут институтские сильно сэкономили и наняли, кого попало. Старшим у них был блондин среднего роста, крепкий, сжимающий в руках незнакомой Амперу полуавтоматический карабин под крупный патрон. «Паук, аванс когда?» — спросил он. «После брифинга Андрей или Мерс все вам выдадут». «Нормально», — согласился Шумахер. «Ну, мы пошли располагаться». Он покосился на рину, но дальше его взгляд соскочил на Погорелого. Видимо, он все прочел на лице Ампера и решил, что игра свеч не стоит. «Двигайте», — разрешил Паук. «Сбор через полчаса. Вон то здание». Он махнул рукой в сторону небольшого сборного ангара, на котором было написано «Столовая и бар». «Да я вроде грамотный», — хохотнул один из людей Шумахера. «На всякий случай, чтоб не заблудились», — пояснил Паук. «А то бывают тут такие, в трех соснах плутают, свой член по карте ищут». Все заржали этой нехитрой шутке и потянулись к временному жилищу. «Мушкет, ты сказал своим, чтобы держали рот на замке по поводу нашего путешествия», — поинтересовался подручный подрывника. Вольный Стронг кивнул. «Не беспокойся, ребята в курсе». «Вот и хорошо. Увидимся». И он направился в сторону пикапа, возле которого стоял подрывник. Вокруг него паслись еще пять человек в отличной снаряге. «Не нравятся мне эти парни», — подвела итог Рина, закончив разглядывать охранников институтских. «То, что их мало, не говорит о том, что они слабые. Эти ребята профи, причем профи, тертые стиксом. Мы с тобой зелень, остальные уже не совсем, но эти тут как дома. Я просто чую, что если мы даже все вприжемся, не сможем их вольнуть. А вот они нас запросто». Паук именно при этих словах обернулся и подмигнул им. «Не поняла», — озадачилась девушка. «Он что, все слышал? Тут же метров сорок, а я стояла боком и почти шептала». «Похоже, это его дар», — согласился Ампер. «С вероятностью в сто процентов, когда мы с Мушкетом обсуждали прошедшую встречу, а разговаривали мы тихо и в закрытой машине, но видок у него был такой, словно он каждое слово слышал». «Ладно, хватит трепаться. Пойдем, все наши уже ушли». Старые комнаты, покрашенные в салатовый цвет стены. Две кровати с металлической сеткой, которые тут же сдвинули вместе. Ампер присел на краешек и услышал, как та скрипнула. «Не завидую нашим соседям», — прокомментировала этот звук Рина. «Ты лучше нас пожалей, через стенку, градус и смуглянка». «Да, попали», — согласилась блондинка. «Мне кажется, это специально сделали», — уверенно заявил Погорелов. «Так нам решили отомстить за все предыдущие ночи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова